Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Мы начинаем нашу сессию, посвященную кластерному развитию легкой промышленности. Сегодня обсудим плюсы и минусы, обсудим международный российский опыт. Наша сессия постарается дать вам ответы на самые сложные сейчас вопросы, связанные с импортозамещением, связанные с тем, как необходимо реорганизовать нашу систему легкой промышленности и что, соответственно, здесь могут сделать. И дизайнеры, и институты развития, и все поддерживающие структуры. Меня зовут Ирина Каримова, я руководитель портала fashioneducation.ru и школы фэшн-журналистики. Я буду модератором сегодняшней сессии. Я с большим удовольствием представляю наших спикеров. Виктория Андреянова, русский дизайнер, основательница одноименного модного дома. Виктория с нами сегодня в формате онлайн. И, как всегда, будет очень интересное выступление, потому что Виктория всегда слушает с большим интересом. Поэтому послушаем, что сегодня она нам расскажет. Роман Ефремов, автор проекта «Календарь модных событий», директор управляющей компанией технопарка «Гончарова-Слобода». И сегодня как раз поговорим про то, как легкая промышленность развивается через кластеры. Ждем Галину Коновалову, генеральный директор магазина ткани Galatex Club. Галина, если вы меня сейчас слышите, пожалуйста, присоединяйте, занимайте свое место спикера. И Руднева Мария, бренд-менеджер ООО «Корта». Итак, мы с вами сейчас переживаем, конечно, не самые простые времена, хотя когда для легкой промышленности они были легкими. Мне кажется, наша легкая промышленность является одной из самых нелегких отраслей. Но сегодня та тема импортозамещения, которая стояла уже достаточно давно на повестке дня, приобретает новые акценты, приобретает новые краски и, в общем-то, становится еще более актуальной. И каким образом можно решать проблемы импортозамещения, каким образом еще больше развивать нашу отечественную промышленность, вот как раз про это мы сегодня и поговорим. Это будет одной из наших первых тем. И вы знаете, вот хочу немножко провести такие параллели. Сегодня у нас очень интересная секция, сразу после нее будет секция по логистике, как раз будем обсуждать, а как же нам выстроить логистические цепочки. Потому что как выстроить производственные цепочки, мы сейчас поговорим, но еще важна и логистика. Но знаете, я бы хотела провести еще такой вот, немножко такой экскурс, чуть прошлое. Две недели назад была очень интересная конференция логистика в ритейле. То есть она была буквально 25 или 26 февраля, то есть сразу после всех событий, которые очень сильно переформатировали нынешний ландшафт, в том числе и легкой промышленности. И один из директоров по логистике очень крупной розничной сети, я не буду ее сейчас называть, когда вот пять спикеров в discussion panel сцениваются, все такие, ну, немножко напряженные, да, мягко говоря. И когда ему задают вопрос, а вы как-то совершенно не волнуетесь, почему? Он сказал, мы просто предвидя ситуацию снижающегося спроса со стороны потребителей, мы уже заранее переориентировались. И на сегодняшний момент где-то три четверти того, что мы продаем, это то, что производят российские дизайнеры и фабрики. Поэтому с точки зрения того, чем мы будем торговать, у меня здесь, ну, значительно все проще. Вот давайте поговорим о том, а что же нам еще необходимо сделать для того, чтобы таких компаний, таких розничных сетей ритейлеров было как можно больше и как можно было российских, больше было российских фэшн-компаний, дизайнеров, которые могут производить продукцию по конкурентоспособным ценам и достойного качества. Итак, я передаю слово Роману Ефреимову, директору управляющей компании Технопарка Гончарова-Слобода. Всех приветствую на Интерткане. Хочу сказать, что причин, почему у нас индустрия моды, развитие, производство тканей находилось вот в таком, можно сказать, зачаточном состоянии, их было несколько. И они сейчас после ухода с рынка ряда западных брендов, они, в общем, довольно-таки четко обнажились и стали более в чем-то понятными. Что я имею в виду? Что мы обсуждали эту тему последние несколько лет. В профессиональной среде много таких шуток, что в России нет никакой индустрии моды. И она никогда не может появиться. По поводу того, почему ее нет, высказывались разные точки зрения. Тут кто-то говорил о том, что это советское прошлое, потому что в советское время шили там одежду массового потребления, но моды не существовало. И так вот это все вот якобы 30 с лишним лет продолжается вот эта тенденция. Поэтому у нас типа нет моды. Все это бред. И сейчас можно говорить вполне конкретно. Я думаю, что проблема была в первую очередь в том, что в российскую индустрию моды не приходили инвестиции. Галина, да, мы вас ждем. Проходите смелее. Вот еще один у нас спикер, Галина Коновалова. Да, мы вас ждем. Да, в первую очередь не приходили инвестиции. Почему не приходили инвестиции? Я краткий такой исторический экскурс дам. Вот в 90-е годы правительство Российской Федерации, оно открыло все рынки. Открыло рынки для мировых брендов. Была полная свобода экономики и говорили о том, что вот наша задача, вот мы выходим в капитализм, наша задача – это вот свободный рынок. Свободный рынок сам все урегулирует. И мы сможем с вами вот в этом капитализме самые лучшие, самые эффективные, самые сильные, они там сами завоюют свое место под солнцем. Что получилось на практике? Это, конечно, было крайне вредное действие, потому что на практике получилось, что российские предприниматели, которые тогда еще были на уровне кооперативов, не имея денег, ни технологий, ни опыта работы, столкнулись с огромными брендами, у которых были миллиарды долларов инвестиций и которые, конечно, захватили весь рынок. Вот этот отказ от протекционизма российского правительства в 90-е годы и потом уже он продолжился и в 10-е годы, когда Россия заключила крайне невыгодное для нашей страны соглашение о вступлении в ВТО. И когда, например, по ряду позиций в ВОЗ обуви в России облагался пошлиной в 2%, а когда российская обувь приходила в страны Европы, то там пошлина составляла от 36% до 60%. И вот такие соглашения, конечно, они продолжили позицию передачи всего внутреннего рынка на откуп крупным мировым брендам. И мы на 2020 год имели вполне понятную картину, что по ряду позиций до 100% внутреннего рынка легкая промышленность принадлежала иностранным брендам. В товарах, например, нижнего белья это практически было 100%, в обуви было 80%, в одежде было 80%. А российским брендам, при том, что основные обороты уходят как раз на Запад, не хватало оборотных средств для того, чтобы развиваться. Кредитные средства – это тоже еще очень сложный инструмент. Инвесторы не хотели вкладывать деньги в российские бренды. И почему я говорю, что вот эта ситуация так быстро поменялась? Потому что после 24 февраля всем понятных, известных событий стало поступать много предложений от российских инвесторов, которые хотят вложить деньги в новые марки российской одежды и обуви. То есть они увидели, что рынок освобождается, деньги у нас, у инвесторов есть, и есть возможность развивать внутренний рынок. Я считаю, что эта ситуация – это в первую очередь возможность для развития внутреннего рынка. В первую очередь эта ситуация позволяет российским брендам рассчитывать на увеличение существенной своей доли на внутреннем рынке. И теперь наша задача в том, чтобы эту возможность не прохлопать. Что для этого нам с вами нужно? Вот почему мы этот круглый стол назвали «проблема кластерного развития», потому что мы хотим понять, насколько инструмент кластеров поможет нам решить эту задачу. Кроме технологий, кроме концентрации, значит, компетенции в одном месте как раз и то, что решает вопрос кластеров, нужны, конечно, ресурсы. Я сказал, что сейчас инвесторы повернулись к этой тематике и заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в российских производителей одежды. Но есть еще много вопросов, связанных с тканями, есть еще много вопросов, связанных с сырьем, фурнитурой, поставками и организацией этих моментов. Так вот, ближе к тому, что делаем мы. Я представляю управляющую компанию будущего технопарка Гончарова-Слобода. Этот технопарк мы будем строить именно по кластерному принципу, логикой в том, чтобы концентрировать в одном месте, в нашем имущественном комплексе, все необходимые компетенции, которые нужны российским дизайнерам для производства одежды. Чтобы мы могли иметь все, что нам для этого нужно. Чтобы мы могли в одном месте, а это имущественный комплекс у нас расположен на метро Электрозаводская, Малая Семеновская, дом 3А, строение 1. Чтобы мы могли иметь там необходимый выбор тканей, необходимый выбор фурнитуры. Чтобы там были нужные для дизайнеров конструкторские бюро, чтобы там были раскроенные комплексы, чтобы там был качественный отшив хотя бы на уровне опытных производств. Чтобы там можно было снимать лукбуки, чтобы там можно было проводить маркеты, проводить байерские сессии, продавать одежду через социальные сети. И вот этой логикой наращивания необходимых сервисов и бизнесов для дизайнеров мы сейчас и занимаемся. Все, что я сейчас перечислил, все это у нас уже есть. Есть свой маркетплейс, Олег Промо Клауд. Хотя мы, конечно, оказываем услуги и продвигаем наших дизайнеров и во все существующие маркетплейсы. Есть фотостудии, где можно отснять лукбук коллекции. Есть несколько фирм, которые продают ткани. Вот Галина будет об этом рассказывать. Есть большая оптовая фирма Trade Decor, которая продает фурнитуру. Есть несколько принтовальных мастерских, на которых можно сделать финишную обработку ткани и нанести принты, если это требуется. Есть шоурум, где можно провести презентацию, провести байерскую сессию, провести свой показ. И вот сейчас мы открыли центр сертификации. Одежда, вы знаете, что в России запрещено продавать одежду, если она не прошла процедуру соответствия, проверку соответствия через декларирование или сертификацию. Это будет специализированный центр сертификации, как раз именно направленный на одежду и изделия легкой промышленности. Мы хотели бы, чтобы все заинтересованные организации, предприятия, которые оказывают услуги дизайнерам, приходили к нам. Это и создание контента, это и любые услуги, связанные с производством одежды, и с поставкой сырья и материалов, с отшивом изделий. Мы хотим, чтобы вы приходили к нам, приходили с своей клиентской базой. У нас очень удобное с точки зрения логистики место, но вот эта концентрация разных как раз сервисов и фирм позволит вот этот поток дизайнеров, поток, по сути, целевой аудитории в одном месте сделать максимальным, что, естественно, выгодно всем. Мы сейчас находимся на этапе строительства целого ряда новых бизнесов, поэтому мы приглашаем и сотрудников, приглашаем тех, кто хочет работать, зарабатывать деньги. Если у вас есть свободное время, есть нормальное желание зарабатывать, пожалуйста, тоже к нам приходите. И в центр сертификации мы берем людей, и в новые бренды одежды, которые мы сейчас создаем, тоже нужен персонал, поэтому мы вас ждем. И мы вас приглашаем 26 марта к нам на фэшн интенсив. Он состоит, он будет идти с 12 до 6 часов у нас в шоуруме ERD. И там мы хотим максимально подробно как раз вот эту тематику импортозамещения нашего технопарка и планы действий, выработки плана действий, которые нам нужны для того, чтобы мы этот шанс не упустили по увеличению доли продажи одежды на российском рынке. Мы будем эту тематику на этом фэшн интенсиве обсуждать. Вот так вот у меня такое выступление, Ирина. Большое спасибо, Роман. Я думаю, что после мероприятия многие подойдут обменяться контактами, потому что действительно место уникальное, место историческое. Кстати, те, кто давно работает в индустрии электрома, знают, с чем ассоциируется этот адрес. То есть одно из крупнейших ведомственных подразделений, которое отвечало за работу шерсти, находилось именно так. Так что продолжаю исторические традиции уже с новыми идеями на том месте, которое уже, можно сказать, намалённое. Ну что ж, мы с вами продолжаем нашу дискуссию. И я бы хотела пригласить к участию Викторию Андреянова, русского дизайнера, основательницы одноименного модного дома. У Виктории просто колоссальнейший опыт работы и на российском рынке, и на западных, зарубежных рынках. Виктория, как Вы считаете, каковы вообще перспективы развития текстильной и лёгкой промышленности в условиях, во-первых, мирового экономического кризиса, и какие перспективы развития российской индустрии моды в ситуации санкций? Ну, я, во-первых, всех поздравляю с тем, что выставка работает, выставка «Интерткань» прекрасная. Я была на днях в жюри конкурса в тренд-зоне. И надо сказать, что, конечно, особенно тепло в сердце отзывались участники нашего рынка, то есть российские компании. Слава Богу, что есть брянский комбинат, есть... Ну, в общем, есть наши люди, потому что, ну, мы с Вами знаем, что кризис — это, с одной стороны, опасность, с другой стороны, возможность. В самом случае, так переводится иероглиф «японский кризис». И что для нас, для дизайнеров, самая большая опасность — это остаться без комплектующих, прежде всего. И, ну, это, на самом деле, моя большая боль, потому что в этом году исполняется 30 лет, как я основала свой бренд. И с 94-го года я регулярно ездила на салон «Премьер Визион». И как человек, который воспитывался, профессионально воспитывался, учился в эпоху дефицита, вот все те мировые достижения, которые пользоваться которыми как раз давала возможность европейская выставка, они для меня были очень важны. И в этом году я сделала люксовую коллекцию, в которой есть шотландские махеры, итальянские пешемиры, там, все мелюбимые хлопки альбини, опять же, итальянские. И мы уже привыкли пользоваться всем лучшим, что есть в мире. Поэтому поздравления о том, что наконец-то ушли конкуренты с рынка, и теперь у дизайнеров все будет хорошо, они, конечно, преждевременны. И рынку надо очень постараться, чтобы мы, дизайнеры, полюбили. Полюбили. Кстати, это неправильное слово, потому что тот трепет, с которым я отношусь к нашим производствам, он известен. И я работаю и с вановскими тканями, и с нашими линами, и с нашей шерстью. Но я как дизайнер, вот, как бабушка русской революции, я прекрасно помню еще такие фабрики. Как фабрика «Октябрь», как наши всякие вымпелы, салюты, и красные розы, и все это у нас было. Знаете, как, господи, я хочу, чтобы у меня все было. Бог на тебя посмотрел и сказал, у тебя все было. Вот, нам нужно фактически восстанавливать нашу индустрию. Восстанавливать. И, ну вот, опять же, берем значок «Кризис», смотрим его с точки зрения опасности и с точки зрения возможностей. И с точки зрения опасности, кроме комплектующих, мы, конечно, видим еще нехватку оборотных средств, о чем говорил Роман. Это действительно очень серьезная проблема, которая проистекает в том числе из платежеспособности населения. Я об этом говорю абсолютно ответственно, потому что мы «Октовики». У нас основные наши обороты нашей компании – это обороты наших партнеров, которые к нам приходят в каждый сезон и делают предзаказ. Поэтому мы не только-то сами должны заработать, мы еще должны дать возможность заработать нашим партнерам, которые напрямую работают вот с тем конечным потребителем, нашим клиентам. И, конечно, возможности эта ситуация дает. Во-первых, уход иностранного фаст-фэшена и освобождается доля на внутреннем рынке. Но фэшен – это очень глобальное определение. И у всех у нас, у дизайнеров, своя боль, своя ответственность. Кто-то работает в индивидуальных заказах, кто-то работает с оптовиками, у кого-то своя розница. И что я сделала со своим партнерами? Три плана. Три вектора. Первый вектор – это сохранение. Мы понимаем, что нам надо, например, подсушить кампанию, сделать определенные действия, промониторить наш внутренний склад, остатки партий, ну все такое. И сохраниться. Пусть минимально, но сохраниться. Второй вектор, который, конечно, наиболее предпочтительен, наверное, для всех сегодня – это вектор на развитие. Что нам нужно сделать, если мы, если у нас все-таки амбициозные планы? Хотя я говорю, что в этом году 30 лет моей компании, и мне казалось, что это уже момент, когда надо собирать камни. Оказывается, их надо разбрасывать. Развитие, вектор на развитие, он тянет за собой, конечно, пересмотр политики моделирования, ассортиментной политики. Ну, здесь очень много факторов, от которых мы зависим, в том числе проценты по кредиту, потому что мы закредитованная компания, и как раз вот те оборотные средства, которых нам хватало собственных, мы уже давно работаем с банком. И третий вектор, он самый грустный, но это вектор на закрытие предприятия. Мы с вами не знаем, что будет завтра, но это все тоже надо просчитать, надо проконсультироваться. Конечно, ну, лучше быть готовым к любым обстоятельствам, во всяком случае, не быть тем страусом, которого голова в песке. Ну, пожалуй, пожалуй, это все, что я хотела сказать. Во всяком случае, я всем желаю, конечно, развития, я желаю всем не оставаться один на один в этой ситуации, и искать команды, которым вы интересны, мы интересны в нынешней ситуации. Спасибо большое Роману, что он объединяет разных специалистов, которые необходимы для того, чтобы дизайнер не пропал. Ну и всем удачи! Большое спасибо, Виктория, и примите наше самое искреннее поздравление с 30-летием модного дома. Это действительно очень важная веха. И, пожалуйста, продолжайте разбрасывать камни, у вас так красиво и стильно получается. Если у нас есть в зале вопросы к Виктории, можно сейчас задать. Есть вопросы? Вот у меня вопрос, Виктория. А вот все-таки я понимаю всю проблематику работы вашей постоянной, как бренда. А вот сейчас появился какой-то импульс с точки зрения увеличения заказов, с точки зрения каких-то обращений, может, инвесторов. Есть ли какие-то положительные сигналы именно за последние две недели? Ну, я хочу сказать, что как раз вот все эти события, с которыми мы сейчас живем, они пришлись на конец байерской сессии. Байерская сессия – это очень важный момент для оптовой компании, потому что зарождается следующий виток бизнес-процесса. И в этом моменте нужно принять очень правильные решения. И вот сегодня как раз почему я не смогла быть с вами офлайн, потому что наша команда принимает решения по ситуации, когда мы должны сообщить байерам, что мы делаем с нашим заказом. Мы увеличиваем стоимость изделий, оптовую стоимость. Мы по логике должны ее увеличить на 30% как минимум с учетом курса валюты. Но рождаются разные предложения, в том числе, например, если мы оставляем прежнюю стоимость, то можем ли мы наших байеров таким образом просимулировать для увеличения заказа. И вот этот баланс, который мы должны найти в этой точке, он очень важен сейчас. Что такое увеличить заказ на артикул? Это значит заказать больше тканей, заказать большую партию на фабрике. То есть, в принципе, все участники процесса должны от этого только выиграть. Вот здесь мы оптимисты и смотрим на наших партнеров с надеждой, что они воспримут. То есть мы можем сделать меньшую маржу фактически для того, чтобы сохраниться и как итог развиться. Вот в этом моменте сохранить старую цену, но им придется больше продать. И вот в чем вопрос, сможет ли их конечный клиент купить эту продукцию. Вот понимаете, мы все в одной лодке, все в связке. И все эти решения нужно принимать коллегиально. Нужно не по-тихому, понимаете, забереться и самим что-то тут гульон варить. А надо разговаривать. В любом случае я призываю к диалогу всех участников процесса. Это действительно единственно возможный путь. И надо сказать, что я пережила все кризисы, которые были в России на постсоветском пространстве. Я пережила 90-е годы и 97-й, кажется, год, дефолт, когда с нашего рынка реально ушли в тот момент, вернее, они не ушли, большие бренды, но они стали неподъемны для потребителя. И богатый клиент, вот помните, новые русские были, они пришли ко мне в качестве индивидуальных заказчиков. 98-й, Виктория, 98-й. 98-й, да. Тогда я заказывала, запускала партии пальто еще на фабрике «Салют» на Сувщевском валу, кто помнит, такое старое предприятие было. И это были пальто, которое я продавала актовикам. И делала индивидуальные заказы для вот этой богатой актурии. Потом мы пережили кризис, серьезный кризис в 2008 году и очень серьезный кризис в 2014 году. Вот кризис в 2006 году, он, тогда мы впервые закредитовались, и мы на фоне этого кризиса увеличили свои обороты в два раза. Это был потрясающий для нас момент, когда мы действительно стали уже бизнес-командой. И я понимала, что мы четко стоим на развитии. То есть нам теперь понадобится все больше и больше оборотных средств для того, чтобы наши объемы росли. А потом начался кризис перепотребления и перепроизводства. И на рынок вышли компании, такие компании из Инстаграма, которые дико стали развиваться, потому что у них были правильно изначально заложены методики вот этого таргета, маркетинга, именно требующего, ну, именно в этом моменте вообще меняется совершенно система таких компаний, которые занимаются модой. Производство уходит как бы на второй план, и в абсолютном приоритете становится продвижение. Вы, наверное, сами много раз сталкивались с тем, что картинка, она гораздо эффектнее, чем сам продукт. И то, что сегодня происходит на рынке, мне кажется, это должно оздоровить и принципы производства, что ли. Все равно вот картинка, она не заменит ответственного производителя. Поэтому нам очень важно, чтобы заявленное качество в тканях, оно было честным. Ну, в общем, на эту тему я могу говорить бесконечно, наверное, это уже не нужно. Виктория, спасибо большое. Мне кажется, вам действительно уже пора написать книгу, да, потому что это 30-летие истории модного дома. По сути, год за два, а то и за три у нас идет. Спасибо огромное. И вы сказали очень мудрую мысль вот как раз про настоящее качество, потому что картинки мы как бренд-менеджеры, как маркетологи умеем создавать очень красивые. Что же у нас с качеством? И как раз одна из самых, наверное, важных составляющих для легкой промышленности – это качество тканей. Я бы хотела передать слово Галине Коноваловой, генеральному директору магазина тканей Galatex Club. Галина, а что же у нас с тканями? Как мы способны обеспечить новые потребности легкой промышленности? Добрый день. Меня зовут Галина, генеральный директор компании Galatex Club. Я в текстильной промышленности много-много лет. И, как сейчас Виктория сказала, пережила тоже много кризисов. И каждый кризис, он дает толчок к каким-то новым идеям, к новым этапам в жизни. И то, что сейчас происходит, конечно, для всех для нас это не есть хорошо. Но я имела в виду то, что сейчас ушли бренды с нашего российского рынка. Я думаю, что они ненадолго ушли. Я, конечно, не Ванга, но предполагаю. Я бы человек оптимист. Говорю, что будущее за российским производителем. Вот это я говорю, вот прямо всегда говорю. Будущее за российским производителем. Ткани мы поставляли, поставляем и будем поставлять. Из Италии, Турции, Польши. Логистика начала работать. Фабрики не отказываются с нами работать. Они хотят наших дизайнеров, наш рынок. Они хотят. И, конечно, они сегодня только разговаривали с Италией. Они говорят, конечно, Галла, мы будем работать обязательно. И будем привозить вам. У нас сейчас идут поставки. Красивые итальянские ткани. Турция будет работать с нами. Логистика налаживается. Будет чуть подороже. Что делать? Нам надо перестроить свою в голове. Как Виктория Андрианова сказала, что кризис дает нам толчок для нового чего-то. Перестроимся к курсу. Мои предположения, курс упадет. Я оптимист по жизни. И вас настраиваю на этот оптимистический лад. Мы будем работать. Мы будем шить. Мы будем одевать красиво женщин, мужчин. Все на нашем рынке будет намного лучше. И Роман меня пригласил. Галина, нам не хватает твоего оптимизма. Я гарантирую. Может быть, вы мне потом скажете, Галина, что вы нам говорили. Я гарантирую, что все будет хорошо. Ну, честно. Самое главное, чтобы был мир на земле. Вот это для нас сегодня самое главное. Вы уж меня извините, что я затронула эту тему. Эта тема нас всех касается. И наш бизнес, и наших родных, и близких. Потому что весь мир переплелся. Мир будет открыт, мои предположения. Я не политик. Ткани будут шикарные. Приходите к нам. У нас действительно профессионалы работают. Мы работаем на качество. Ткани проверяем. Промоточный станок стоит. Это все находится на Электрозаводской, Малой Семенской, дом 3, строение 5 у нас. Там у нас и фурнитура, и трейд декор. И вот мы ткани, Галла Текс Клуб. Ткани шикарные. И я надеюсь. У нас сейчас, вот как сейчас Виктория сказала, у нас сейчас пошел бум. Бум пошел. Бум пошел. Честно вам скажу. Две недели мы не успеваем отгрузки. Я даже схватилась за голову, как бы нам успеть поставить ткани. Ткани идут. Заказы. Приходите, заказы. Да, сегодняшний курс такой. Что делать? Мы не такой переживали. И 1998 год, и 2014 год. Все мы пережили. И это переживем. Если кому-то захочется со мной на эту тему поговорить, всем дам свой телефон. Это будет долгое общение. Но опять я буду настраивать всех с оптимистической точки зрения. Что все у нас будет хорошо. В нашей нелегкой промышленности. Это я вам вот прямо честно говорю. Так что приходите за тканями. Ткани будут. Шить будем. Жить будем. Любить будем. Все, спасибо вам всем большое. Если кто-то хочет вопрос какой-то задать, телефон дать, пожалуйста, подходите, задавайте вопросы. Я кратко, кратко сестра талантая. Супер, Галина, спасибо огромное за оптимизм. На самом деле, можно мы вас попросим, чтобы прогнозы каждое утро нам давали, и сразу жить становится легче. Но это действительно так. На самом деле спрос на ткани сейчас будет увеличиваться. Тут другой момент. Могут дизайнеры сейчас закупать, боясь, что подорожают ткани в будущем. Все-таки подорожание планируется? Нет? Да, подорожание на сырье планируется. Сырье у нас, ну как итальянцы, сырье закупают в Китае. В Китае сейчас немножко приостановлено. И транспортные расходы. В Европе подорожал бензин, бензин, керосин, петролиум. Все это прекрасно знают. Подорожание будет небольшое. Плюс курс. Приходите, покупайте. Мы цены не повысили, честно вам говорю. Потому что, ну я говорю, ну пускай люди шьют. Вот я честно, вот за российских производителей. Пускай уходят, не буду называть марки, я всех люблю. Я сама люблю одеваться в этих марках. Но больше я люблю одеваться у российских производителей. Вы все молодцы. Потому что вы создаете, да, у них, они живут вот в этой. А мы вот выросли вот из этой серости, да, все ходили одинаково в серых костюмчиках. Да, школьный форум, вспомните, какие у нас были. У всех мальчиков синие пиджачки, синие брючки. У нас коричневое, да, шерстяное платье, у которых всегда локти стирались. Да, и белые воротнички. Мы все ходили одинаково. А сейчас вот просто вы молодцы дизайнеры. Я говорю, вот и школьников одеваете, и женщин одеваете, и мужчин. Просто красота. Вот будущее за российским производителем. Пожалуйста, приходите к нам за тканями. Будут ткани и все будет замечательно. Супер. Мне кажется, что вот эта фраза, будущее за российским производителем, просто вот можно вот лейтмотивом нашей встречи сделать. И лейтмотив ткани у нас есть. Приходите. Супер. Спасибо. Проблем нет. Проблем нет, да. Спасибо. Пожелаю самое главное только здоровья и мира. Спасибо огромное, Галина. Но я думаю, что к вам очень многие подойдут за контактами, чтобы действительно знать, где же самые красивые ткани, самые позитивные владелицы этого магазина. И я бы хотела передать слово Марии Рудневой. Мария является бренд-менеджером ООО «Корта». Мария, вопрос. А что же у нас с продвижением? Потому что на самом деле очень часто, как сказать, наших производителей ругают за то, что все хорошо, может быть, и вещи шьют хорошие, но как-то не хватает информации, не хватает красивой картинки. Как у вас с этим? И что вы планируете делать здесь вот с нынешней ситуацией? Что касается маркетинга, мы хотели немножко другую тему, если можно коснуться. Мы с Романом общались буквально позавчера и говорили о том, что как такового сообщества швейников у нас, к сожалению, нет. У нас очень много есть союзов всевозможных. Каждая направлена на свою какую-то работу. Есть союз дизайнеров, есть РСПО, союз легкой промышленности всевозможные. Но, к сожалению, общих как таковых вопросов, там, помощи от государства для швейных производств, этого ничего нет. И мы бы хотели с моим руководителем предложить вариант создания вот этого сообщества или объединения этих союзов на базе, допустим, департамента или на базе Гончаровой слободы, может быть, создать какое-то сообщество такого плана, чтобы мы могли выступать большим фронтом. Потому что, допустим, если смотреть пандемию, да, ситуацию с пандемией, к сожалению, легкая промышленность вообще выпала, как пострадавшая отрасль, мы не попали. Мы пролетели там с зарплатами, кредиты на зарплаты были под 0%. Мы из этих систем все вылетели и не смогли, ну, как бы, то есть те, кто занимался продажами и интернет-магазина, ну, как бы, у кого есть такая возможность, они более-менее еще как-то вот, ну, зацепили эту помощь. Но не все. И мне бы хотелось, чтобы мы попробовали, может быть, сейчас это, как бы, немножко скомкано будет, да, как бы, ну, всего за один день мы там старались подготовиться. Может быть, вы также сможете предложить, может быть, мы создадим какое-то открытое письмо и сможем добиться каких-то результатов и помощи от государства. Я разбила свое выступление на несколько частей и вот, как бы, начну. Значит, первое – это конкуренция. Я считаю, что мы не должны допустить сейчас запуска китайского ширпотеба. И для того, чтобы дать рост развитию собственных российских швейных производств, необходимо ввести ограничения на ввоз импортной готовой продукции. Но в то же время упростить оформление таможенных процедур и уменьшить таможенные платежи на ввоз сырья, фурнитуры и оборудование, чтобы мы могли, у нас был какой-то задел. Пока у нас будут налаживаться собственные поставки тканей, фурнитуры и сырья, которые нам необходимы для производства, мы могли работать и выдавать продукт адекватный по цене, чтобы его могли покупать. Дальше тема «Выжить». Многие производства на пороге выживания. Только немного улеглась ситуация после пандемии, и именно сейчас государство должно поддержать предприятия легкой промышленности. На наш взгляд, необходимая господдержка. Во-первых, включить сферу легкой промышленности в наиболее перспективную сферу бизнеса в сложившейся ситуации в нынешней. И, допустим, выдавать те же самые кредиты, как были во время пандемии. То есть это уже отработанная схема. Просто включить нашу сферу в эту программу. Потому что она есть, она существует. Под 0%, соответственно. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию на рынке. Следующий момент. Дать отсрочку оплаты налогов без комиссии и пений на определенный срок. Так как в данный момент многие сталкиваются с ситуацией заплатить зарплату сотрудникам или заплатить налоги. То есть такое время не очень простое. Дальше одно из предложений. Это уже все проработано. Просто не в нашей отрасли, к сожалению. Уменьшить ставки по страховым взносам для малого и среднего бизнеса до 20%. Сейчас, как всем известно, страховые взносы на сотрудника – это из 2%. То есть это достаточно большой процент. И было бы неплохо, если бы даже в такой мелочи, казалось бы, но эти деньги можно было бы направить в развитие, потому что достаточно большая часть расходов любого производства – это налоги, обязательные платежи, ну и, собственно, зарплата. Также очень хотелось бы, чтобы поддержали открывающиеся ИП и ООО, новички в нашей сфере, и чтобы для них предоставляли налоговые каникулы со ставкой 0% сроком на 2 года. Тоже данная программа есть, опять же, не в нашей отрасли. И было бы, конечно, еще, вот уже прекрасное, на мой взгляд, предложение – уменьшить ставку НДС для производства со штатом сотрудников до 50 человек, потому что там еще оборот не такой большой, и мне казалось, что это дало бы, опять же, возможность роста для производства и развития этого бизнеса. А дальше пункт развития. Было бы отлично, если бы государство каким-то образом компенсировало проценты по лизингу на приобретение оборудования и усовершенствование технологий. Либо это была бы программа по льготному кредитованию поставки не выше 3% годовых. Эти меры будут способствовать расширению ассортимента и усовершенствованию способов его обработки. И в конечном итоге мы получим конкурентный товар, способный бороться за своего потребителя. Также хотелось бы очень включить разработки и новые технологии по производству оборудования, сырья и фурнитуры в программу грантов региональных и федеральных, потому что как таковых, к сожалению, нет. Гранты в основном направляют на IT, ну, сферу дизайна, но, к сожалению, вот как таковых швейных грантов их как бы не существует. Это даст возможность восстанавливать направления, вот как фабрики, да, которые закрывались. Сейчас, возможно, как бы и будет возможность их восстанавливать. И также мы сможем, если будут гранты, будут привлечены дополнительные инвестиции, чтобы развивать нашу сферу. Также это было бы здорово, если это касалось бы учебных заведений, мы могли бы объединить металлургов и швейников, физиков и IT. Используя наработки различных институтов и колледжей, мы могли бы привлечь молодежь и дать старт развитию новой легкой промышленности, совсем другого уровня. Что касается помещений, тоже очень часто, как бы, швейники сталкиваются с проблемой по аренде. Да, нам предлагают обычно какие-то подвальные помещения жуткие, там или какие-то гаражи. Мы просто с руководителем занимались недавно этим вопросом. И для производства достаточно сложно найти по адекватной ставке аренду, ну, как бы, достаточной площади. И поэтому, если бы была помощь от государства в предоставлении помещений по сниженной ставке, либо, допустим, сделать какие-то преференции арендодателям, которые предоставляют для нас помещения, для них какие-то льготы, допустим, от государства. Нам ничего не остается, кроме как работать, поэтому в современных реалиях очень большая проблема найти квалифицированные кадры, ну, или способных и обучаемых. Особенно в крупных городах упал престиж рабочих профессий. И, на мой взгляд, мы можем изменить ситуацию, если, первое, включить специальный швея, портной и закройщик в программу «Молодые специалисты» по опыту привлечения молодежи в медицину. Также эта программа существует, она работает. И, ну, работает она следующим образом. Предприятия, которые трудоустроили выпускника, они получают дотацию от государства, там либо эта программа может быть совместно с соцзащитой и центром занятости она существует. И в течение года, если выпускник определенного учебного заведения работает, предприятие получает от региона, в зависимости, от 5000 рублей в месяц на сотрудника. То есть дополнительное для молодого специалиста, это как бы дополнительный такой бонус, идти на работу, идти в специальность и в сферу, где он получил образование. Также, как вариант, сократить, у нас очень много, если вот портные русские, да, у нас они в основном возрастные все, либо это граждане СНГ. Это тоже нужно каким-то образом этим людям помогать. Как вариант, сократить пенсионный возраст до 55 лет для женщин, работающих в легкой промышленности. Также очень бы хотелось разработать программу по льготным ставкам кредитования для работников легкой промышленности, предоставление путевок в санаторий и лечебное учреждение. Всем известны профессиональные проблемы со здоровьем, касающиеся зрения суставов и болезней спины. Также очень хотелось бы проработать или возобновить программу отраслевых наград, про которые вообще, ну, как бы очень мало слышно, к сожалению. Допустим, заслуженный работник легкой промышленности. Раньше такую награду мог получить любой сотрудник фабрики. Иногда это делалось к юбилею, каким-то там отраслевым праздником и так далее. Наградные листы, благодарности и так далее. Либо помочь в оформлении, там, человек, если 20 лет отработал в специальности и имеет отраслевую награду, он может получить ветерана труда. Сейчас тоже крайне редко в нашей области кто-то получает, либо какую-то помощь оказывают для получения таких наград. В связи с тем, что выпускников по рабочим специальностям крайне мало, пока еще необходимо привлекать иностранную рабочую силу. Поэтому нужно упростить систему найма иностранных граждан и получение им российского вида нажительства. Также на базах профильных учебных заведений можно создать учебные классы, где могли бы преподавать опытные специалисты. Допустим, возрастные наши, там, золотые наши руки, да, конструктора, портные. Они, возможно, уже в силу возраста или состояния здоровья не всегда уже могут работать с той же нагрузкой, и они могли бы обучать молодых специалистов. Таким образом мы сможем вырастить квалифицированные и достойные кадры, которые потом смогут работать в нашей сфере. Также можно было бы возродить программу трудоустройства молодых специалистов сроком на один год, допустим, распределение на фабрики, лаборатории, дизайнерские мастерские. Опять же, это можно было бы делать на базе вот этого общества, где, допустим, предприятие пишет, что нужен нам помощник дизайнера, да, и учебное заведение знает, что есть определенная ставка и предлагает своих студентов на определенную должность в определенный регион, допустим. Ну и вот подытожим, да, объединяться вариантов у нас немного. Подводя итог всему вышесказанному, хочу сказать, что необходимо создать единое сообщество нашей сферы и найти возможность для диалога разных союзов и объединений, и начать совместную работу по созданию и реализации стратегии развития отрасли в целом. Мы можем создать единую платформу на базе, допустим, Гончаровой Слободы, да, как вариант. Нужно подумать, вернее, это сделать, чтобы это было всем удобно, чтобы членом которого сможет стать любой представитель легкой промышленности. Думаю, что в обозаимом будущем мы сможем вырасти до таких финансовых показателей, что для нас создадут департамент, а впоследствии министерство, которое будет целенаправленно заниматься, понимать, а главное решать проблемы легкой промышленности. К сожалению, сейчас отрасль в плачевном состоянии, она нуждается в каждом из нас. И я думаю, что в наших руках изменить ситуацию и вложить свой кирпичик в создание будущего легкой промышленности. Все, спасибо большое за внимание. Мария, большое спасибо за такой очень структурированный подход, потому что повышение привлекательности продукции российских производителей невозможно без повышения привлекательности отрасли в целом, ее имиджа, ее престижа. И спасибо большое за такие интересные примеры из других отраслей. Я думаю, что предложения, которые были сделаны, они получат дальнейшее развитие. И действительно, вот такого рода идеи намного проще продвигать и реализовать именно в формате кластеров, то есть чему и посвящена наша сегодняшняя встреча, потому что очень удобно, когда есть рядом и производители, и ритейлеры тканей, и специалисты по продвижению. И, скажем так, решен вопрос, а где же найти то идеальное место для производства и для продажи, потому что действительно вы абсолютно правильно говорите, то, что можно там по каким-то программам поддержки получить, это все очень так, не всегда идеально. И если мы посмотрим на опыт развития легкой промышленности в других странах, очень много вот именно подобного рода кластеров организованы, они действительно, по сути, служат как инкубаторами, местом, где растет и развивается легкая промышленность, в том числе и дизайнерские марки. И я бы хотела уже в завершение передать слово Роману, чтобы подвести итоги. Я думаю, что если какие-то вопросы будут из зала, можно спикерам задать уже во время перерыва, потому что мы все здесь остаемся. Подходите, знакомьтесь, общайтесь. И тему логистики мы сегодня специально не стали рассматривать, она тоже очень важна. Логистике будет посвящена следующая сессия в 14.45, так что оставайтесь и, соответственно, поговорим о том, как будет развиваться логистика в индустрии моды. Итак, Роман, слово. Ну, уважаемые коллеги, спасибо большое, что пришли на наш круглый стол. Это только начало разговора. И с точки зрения вашего последнего выступления и комплекса мер, которые вы предлагаете для поддержки и развития этих сильно легкой промышленности. И с точки зрения выработки вообще вот этой конструкции будущего даже кластера на нашей платформе, потому что мы сейчас понимаем, к чему мы идем, но конкретные очертания будут зависеть в том числе и от тех игроков, которые к нам присоединятся. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы было максимальное количество сервисов, была площадка для коммуникации. Развивались у нас новые технологии. Одно из наших принципиальных убеждений заключается в том, что мы считаем, что конкурентоспособность российской индустрии моды невозможна без собственного производства тканей. Это не только продажа импортных тканей, но у нас должны появляться и ткани российские, которые замещают свойства импортных тканей или в чем-то их превосходят. Тут нет никакой шутки, просто наши дизайнеры вынуждены были покупать, в первую очередь, стоки. Что греха таить? Основная масса российских дизайнеров вынуждена из-за отсутствия денег покупать стоки двух-трехлетней, то есть пятилетней давности. Понятно, что при таком подходе невозможно сделать что-то конкурентоспособное. Ты купил там километр ткани, условно говоря, и ты из него пошил какую-то партию одежды, к тебе пришел байер и говорит, я хочу купить. А что купить? Эта ткань уже не производится несколько лет, ты не можешь ее повторить, ты не можешь повторить эту коллекцию. И понятно, что невозможно быть конкурентоспособным на тканях, которые уже не производятся по несколько лет. Поэтому у нас сейчас эта проблема решается. Решается проблема путем того, что сейчас активно развивается печать на тканях, и синтетических, и натуральных. Это тоже в определенном смысле закрывает потребности дизайнеров. Они хотя бы могут с собственным дизайном ткани получить. Это очень важно. Но и качество должно быть, тоже развиваться. Это более серьезная и финансово емкая позиция. Есть о чем думать, есть о чем говорить. Хочу вас пригласить на нашу общую платформу информационную. Информационную – это календарь модных событий. Это информационный партнер нашего технопарка. Мы существуем в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме. Календарь модных событий можете погуглить и найти. Там, в первую очередь, деловая информация о том, каким образом развивать бизнес, экономические новости, события, которые происходят в индустрии моды у нас в стране. Еще раз всех благодарю. И надеюсь, в ближайшее время встретиться с вами уже на фэшн интенсиве и на других площадках для того, чтобы вырабатывать конкретные предложения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.